Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и это Санкт-Петербург Трип 2022! Итак, пошел первый день существования в Питере. Как всегда, знакомые края сзади меня. Как всегда, знакомые люди вам сзади меня. Да, немножечко приняли. И сейчас мы идем изучать парк, в котором намереваемся приготовить мясо на мангале. Почему? Ну, потому что в Питере мясо я еще не жарил. На перспективу у нас здесь еще неделя. Скорее всего, будут основные места те, которые вы уже видели в наших трипах. Но планируем зацепить те, которые вам не показывали. И те, которые даже закрыты и пускают только по предварительному звонку. Поэтому продолжаем просмотр. Ну, а мы, ребят, работаем. Привет, Белочка! Ты из Питера? Конечно, ты из Питера. Мы же в Питере! Здорово! Здорово! Белочка! Белочка! Тю! Она такая мягкая. Было бы странно, если Белка была жесткая. Первый день в Питере уже прожит не зря, потому что... Уже поймал Белку. Да, уже Белочка поймана. Работаем. Шнуров, это не о тебе, супки продажные. Уважаемый зритель, мы находимся на площади Александра Невского. Угадайте, зачем мы сюда прибыли. Вот эта женщина сейчас все объяснит. Женщина, объясняй. У меня есть вот это. Что это? Это украшение, которое сделали специально для меня. А как его делали? Руками. А ты знала, что будет? Нет. Интрига. Спасибо, Влад. А там Некрополь. Здрасте, житель Питера. Нет. Слушай, нет. Мы сейчас поели, попили сытые, но обнаружили вот это. Видите? 24 вида. У нас возник спор, поэтому идем, берем рандомную шаурму, пробуем и говорим, каково оно. Мы где находимся сейчас? Некрасово. Мы на Некрасово. Вот. Так что ждите обзор на шаурму от Некрасово. Для вас секунда, для меня, блядь, все жизнь. Мотор. Туток. Короче, зашел я в шаурменную. Надо отойдет от камеры. Нет, чтобы меня слышно было хорошо. Чтобы выбор был более простой, я сказал, самую вашу топовую. Мне человек заказывает, что сырная. Ладно, похуй, пригласился. Соответственно, сырная. 150 рублей всего мини-шаурма. Сейчас будем пробовать и скажем, насколько это топ или не топ. Лаваш, кстати, изначально сразу говорю, слишком толстый, его много. Мы перемотаем. Нормально. Курица есть, какое-то подобие карри есть. Сыра нихуя не чувствую. Он какой-то майонезный. Ну вот. Лаваш их свеженький. Окей. 150 рублей. Для Питера, если, как видит Владу, что средняя цена тут 250 рублей, блин, это нормально. Для нижнего это дороговато, но вкусно. Пожарено все хорошо. Все сделано. В общем, зайти можно на один разок, максимум на два. Чинь-чинь. Короче, показываем вам Питер, немного с другой стороны. Это мило. И она радуется буквам. Петрович. Зритель не видит Петрович. Петрович слишком сильно светит. Может быть, там нет Петрович? Да, вот. В сторону жилища решили пройти через Ебиня. Если вы нас не найдете, знайте, пар нас поглотил нас. 28 тысяч шагов постановочных. За спиной 28 тысяч шагов. Прошли. Сейчас домой отдыхать. Пить пиво. И следующие дни также нахаживать. Вот. Постановочные шаги. Оплачено. Ага. Включение из лифта. Второй день. Здравствуйте. Где вы мел? В вертикали. Прикиньте. Что такое вертикаль? В вертикаль это отельчук. В вертикаль, где можно принять горизонталь. О'кей, вид на садик. Второй этаж. Второй уровень. Жена. Жена дай пять. Это стол, наверное. Класс. Класс. И туда, вставка. Ничего, тут мусорик не дали. В общем, работаем, ребят. Быстрый обзор. Я первый раз вижу телевизор. Телевизор. С дедушкой. С колбасой. Так, это у нас что? Это у нас вот раз кровать. Это вот два кровати. В теории они сдвигаются. Номера с одной кровати не было, да? Нет. Нет. Вообще такой у них дизайн. Здесь стол, стулья. Сам, соответственно, телевизор. И на этом второй уровень этажа заканчивается. Спускаемся на первый уровень. Но. Видите здесь ступеники какие? Надо именно вот раз. В развалочку два. Три. Потому что так будет неудобно. Короче, упадешь. Ничего, привыкать. Привыкать, господи. Привыкнуть можно. Вы соряните. Я еще не проснулся. Еще кофе не было. Поэтому вот как-то так. Итак, первый уровень. Вот он. Здесь микроволновка. Выход. Это странная конструкция. Это, ну, видимо, стол. Это, соответственно, для обуви. Это, соответственно, чтобы не беспокоили. Тут у нас раковинка. Тут мусорка. Холодильник. Потайная дверь. Что мы имеем тут? Туалет. Полотенчики. Душевая. Это я. Здравствуйте. Соответственно, раковина и шампуньки, гель для душа и косметический набор. Там ватные палочки и, как его, ватные диски. Вот такой вот миленький номер. Мил, и сколько этот номер стоил? 4 700 за ночь. За сутки. Даже меньше, чем за сутки, потому что заселение в 2, а выселение в 12. Да? Тут есть еще свет. Сейчас вещи разбираем. Потом надо пойти бафнуть кофейку, погулять опять по городу. А вечером у нас кто? Эль Капитус, закрытый парк, который на данный момент 8 место в мире, сколько и 50 суток вар в мера. Да? Работаем. Пользуясь случаем, хочу передать привет ребятам из Сбермак. И сказать, что они большие молодцы и распространяют свою сеть. Молодцы. Работаем. Время почти 7 часов. Мы на колокольной 2, дробь 18. Сейчас буду звонить. Вызвоню человека, который проведет нас в этот закрытый бар Эль Капитус. Сделаю небольшую съемочку. Протестируем их коктейли, кухню, атмосферу. Ну, а в итоге потом дадим свою оценку и посмотрим, насколько же это охереть, какой классный бар. Вот. Да? Мы говорим, работаем ребят. Музыка. 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 санкт-петербурге здрасте 21 августа если что уже прошло поменяй и так вернулись из эль капитаса мини обзор на бар на заведение коктейли вкусные еда нормальная обслуживание работает хорошо если вы не готовы к данному заведению то возможно но покажется вам и чересчур навязчивым по атмосфере музыка достаточно громкое место мало но это заведение такого формата плюс который ведь может быть не не каждый уловит но дали попробовать дополнительно один из ингредиентов коктейля которые я просил сделать как специальный заказ это плюс заведению за это ничего не взяли официант точнее бартендер они там все бартендеры не отметил два последних наших коктейля мы сказали что вы не отметили и нам за нашу честность налили еще по стопочке текилы с их таким томатным барбекюшным соусом как это как они назвали это в общем как ну какой то там до томатный сок со специями которые кстати они также добавляют кровавую мэрию которые тоже неплохо в общем все коктейльчики были неплохи основной акцент идет на текиле на мискале но при этом это не разит сивухой не разит и какими-то противными спиртами все очень ровненько видимо там мой стопроцентная агава все очень хорошо у ребят работает короче для посещения стоит возможно даже следующий раз будучи в питере можем зайти повторно а это значит для раз знак качества второй день короче подошел концу прошли 19 с половиной тысяч шагов мило больше не знаю где он так находит продолжаем движение и работаем ребят шел третий день а мы идем в тап 22 по нашей традиции посещать места от господ из тбп от дэнчика и лёша месячка забронировали сейчас зайдем будем пробовать их сидр и пиво и и пиццу которую они так рекламировали при открытии своего бара в общем ребят работаем и так видно меня возможно плохо но подходит Приходит к концу наш третий день, и мы вновь собрались около реки, дабы наблюдать развод мостов. Сейчас буквально 10-15 минут, и попиздуют мосты. Работаем. Итак, шла четвертая неделя, мы приехали в поселок Гачимучи, поэтому теперь контент будет 18+. Пожалуйста, обязательно подпишитесь на канал, а то его после этого видео удалят, видимо. А вот виновники этих Гачимучи-путешествий. Ну вообще, серьезно, мы приехали в Гачино, здесь должен быть какой-то парк, вот, а дальше дворцы, типа мини-Пушкино, мини-вот эти вот дворцовые истории. Как-то вот постараемся выжить, видимо. Ну, в общем, покажем, что тут есть, если здесь, конечно, что-то есть. Но дворцы обещались. В общем, дошли мы до вот этого заведения, которое как раз и стягивает туристов в Гачино. Но, как казалось, на 99,9% оно закрыто. На сайте объявлений нет, у входа объявлений нет. При этом можно купить билеты и не по осторожности потратить 150 рублей. Слава богу, мы этого не сделали. Короче, Гачино, что-то вы хуёво обращаетесь с людьми, которые приезжают в ваш маленький задрипанный город. Какого хера? Будем тогда, получается, гулять и смотреть на пустоту за забором. Работаем, блядь, да? Небольшая ремарка. На сайте всё-таки написано, что с 25 по 28, да? Наверное. Да, вот в этих числах в парк попасть нельзя только ночью, только на световое представление. И тут надо покопаться в подвале сайта, чтобы это найти. То есть, кричащего баннера нету. Нет. Вот. И это тоже всё равно, хоть вы оставили эту информацию, некрасиво. Потому что люди, если заходят на сайт, им нужно эту информацию давать. Как, знаете, акции, как спецпредложения, как изменение той или иной деятельности у вас. Короче, работаем, блядь, хуёво, Гачино. Ей-богу, на вас ураган Гачимучи надо наслать, чтобы вас всех переебали. Sticky finger in your ass, блядь. Всё, валим. Да. Алло. Шёл пятый год нашего странствования. Мы теперь в лесу. Вот. Человечество погибло. Решили в лесу сделать мясо, потому что если делать в лесу? Ебать козу. Я бы тебе так показал. Не-не-не-не. Я вырежу. Мы это вырежем. Мы это вырежем. Ещё лучше. В общем, вот на такие угодья нас привели господа титовские. 50 процентов... Нет, не 50. 66 процентов титовских уже сейчас, уже, блядь, я ещё не проснулся. Ушли домой, вот, за специя. 33 процента. 33 процента теперь, всё. Вот моя любимая козочка получается. Да, блядь. В общем, как-то так. Я даже не контрольный пакет, да, я, получается, 33 процента. Ты потерял, да. Накладился, всё, отлично, за базар. И вот мяско. В идеале нам ещё найти белочку, чтобы её запечь. Но это мы посмотрим. Но жёлуди тут есть, так что прикормить и поймать можно будет. В общем, работаем, ребят. В продолжении дня сели на тапку. Поедем смотреть Питер. Да. Шестой день. Рыжкин шагает по Петергофу. Рыжкин шагает по Петергофу. Рыжкин шагает по Петергофу. Рыжкин шагает по Петергофу. И вам небольшой информационный ликбез. На самом деле Петергоф был основан в 2014 году Путином на деньги, которые он выиграл у Зеленского в преферанс. Из-за чего развернулась вот эта вот ситуация. Но зато теперь жители Санкт-Петербурга и России могут гулять по прекрасному месту. Спасибо Владимиру Владимировичу. Шел пятый, седьмой, девятый, десятый. Короче, какой-то век путешествия по Петербургу. Настала ночь наконец-то. Мы обратились на Дворцовую площадь в поисках коней и атлантов. Коней нет, но до атлантов дойдем. Традиции нужно чтить в Питере на Дворцовой Атланты. Дамы и господа, леди и джентльмены, гачи-бои и гачи-герлы, в очередной раз представляем вам черные пальцы. Следим за рукой. Черный палец. Я вам не помешаю, да? Седьмой день нашего путешествия. Путешествие подходит к концу. И вот вам небольшая фишка. Мы сейчас на каком магазине? На московском. Да? Сверху всегда не хватает ячейек. И к вам подходят люди, чтобы типа увезти вас в отдельное место, чтобы вы им заплатили, чтобы они хранили у себя ячейки. Не надо так. Вы входите на вокзал, идете направо, спускаетесь вниз и... И вот здесь дохилища ячейок. Соответственно, не переплачиваете наличными хрен знает кому, а кладите вот в эти казематы. Вот так вот. Люди зло, машины добро. Работаем. Ну что ж, вовремя мы покидаем Питер, потому что на него не зашла его стандартная погода. Привет, дождь! Пару часов и отправляемся. Возможно, когда-нибудь вернемся. Да точно вернемся. А вам спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии. Вот это вот все. И вовремя, ребят, как всегда, работаем и не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.